Друзья, всем привет! Вы на канале Живые Путешествия. Смотри в камеру. Мы с вами сегодня отправляемся в новое путешествие. На двухэтажном поезде Карелию. Все покажем, расскажем. Вот сейчас мы в купе заселились. Поем, Даня. Сейчас рассядемся и пайки покажем. Тут как-то темновато. Не можем понять. Есть добавить света? А то, знаете, в береге сидят. У них светло. Нет. Ой, вызов проводника. Извините, я не туда нажала. Что у нас тут? Круизный туристический поезд. Смотрите, у нас какой поезд. Сам поезд покажем утром. Уже темно. А утром тоже будет темно. Вот такой у нас маршрут. Мы возьмем свою брошюрку. Покажем. Так, тут у нас журнальчик. Можно уж возьмем даже один с собой. Так. Как у нас вот это действует? Как она откидывается? Постельное белье у нас только два постельного белья. Купать целиком. Но можем пользоваться двумя. Но нам, в принципе, много и не надо. Кстати, смотрите волосы на постельном белье. Что у нас еще тут? Темно. Не видно ничего. Сюда достаточно много места для чемоданов. Так, ладно, будем пока разбираться, раскладываться. А вот, смотрите, еще ключи от купе. Вот они у нас двое. На ключе четыре. Где-то сейф здесь должен быть еще. Что-то сейфа я, кстати, не вижу. Нет, сейфа я не вижу здесь. Нет там ничего. Просто мы до этого смотрели обзор. Там у людей в купе был сейф. Я не вижу на сейф. Конечно, люди-то разные вещи оставляют. А, вот, кстати, смотрите, беспроводные зарядки. Сейчас мы с вами попробуем. Я попробую часы подзарядить. Будет заряжаться? Не заряжается. Может, потому что козь еще не едет? Нет, часы мои не заряжаются. Вот, друзья, смотрите, здесь что есть. Если есть с кем-то, рядом поставят стаканчики. Тоже интересная штука. И вот так она раскладывается сейчас. С таким грохотом падает уже. Вот. А здесь сейф мы все-таки нашли. Вот он. У полочки что-то положить. Сейф такой маленький. Мы с беспроводными зарядками потом разберемся. А вот еще тут внизу я с зарядки. Четыре. Внизу? А вверху, по идее, USB должен быть. Нет? Не вижу. А, не, наверху USB я не вижу. Ну, здесь вот можно вещи повесить. Или что здесь? А, вот так, наверное, повесить. Ну, это так неудобно сидеть вверху, высоко. Друзья, очень так интересная штука. Посмотрели в расписании. Два поезда отправляются в Москва-Петрозаводск в одно время. 2105. Один в 18-й поезд, другой в 928-й. А все оказалось намного проще, что 928-й прицеплен к 18-му. Эти туристические вагоны. Надо будет периодически отцеплять. Я вот никогда бы не догадалась, что так может быть. Да. И куда-то прицеплять. Ну, насторожил то, что в одно время они отправляются. Так у нас начальник поезда. А может быть... Нет, друзья, включили свет. И работает зарядка. Вон, включилась. Сейчас, наверное, так не информативно. Но только без чехла. Сейчас выключу вообще. Вот. Заряжается. И наушнички тоже. Загорелся огонечек. Надо же прям... Ну, а часы я подозреваю, что вот из-за этой штуки у меня чехол на экран силиконовый, он мешает. Думаю, что из-за этого. Потом, может быть, сниму. Посмотрим. А вот сейчас мой телефончик такой немножко другой, попроще. Так, попробуем. Пойдем. Нет, такой не заряжается, к сожалению. Вот так вот. А сейчас у меня еще есть мой второй телефончик. Так, еще другой телефончик попробуем. Вот так заряжается. Вот такие не очень заряжаются. Точнее, вообще не заряжаются. Ну, правильно. Дешевые так купили. Ладно, с часами разберемся. Должны заряжаться. Друзья, у нас Сапсан подъезжает. На, тоже на полных. Люди приехали в Москву. Почему бы нет на выходные? Видите, прям забит. В ресторане еще некоторые сидят. А, нет, это не ресторан. Просто столиком места. Показывать. Порожок для обуви, салфетка. Ну, сейчас все увидим. Ну, ты его не забрала, а? Ну, ты вообще медленно делаешь. Вот, кейские тапочки прикольные. Все время нам раньше синие попадались. Красные. И чего там? О, какой большой. Достаточно рожок. Путешествие с рожжаве. Салфетка для обуви, наверное. Нет, смотрите, антисептическая. Не четко. Четка даже в чехольчике. Ну, что, друзья, прикольно. Ну, что, обратим? Мы поехали. Ну, темно? Уже ничего не видно. Только нас видно. Все, пока. 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 Пока встречи. С москвой прощаемся. С москвой прощаемся. С москвой прощаемся. С москвой прощаемся. Или ты еще снимать будешь? А, вон там, какой-то пост идет. А, это же диаметр. Это уже. Все. Пока отключимся. Что у нас есть в пайке? Круассан шоколадной начинкой. Бутылочка воды. солонка соленая кстати еще одна бутылочка воды дальше вот это что у нас кстати березка пастила друзья это очень вкусно набор ложки вилки пластиковые это значит пеколени амон пеколени такие колбаски булочка сырочек плавленый тема пиццу проехали лихобору только что я привет мы сейчас с вами петрозаводский сзади нас туристический поезд на который мы приехали гулять да почему понравился идем гулять пока погода не очень вот тебе расписание сейчас я зонтик достану все-таки на камеру капается да друзья чем нам понравилось что мы это думали как мы всем нас высадят и мы должны будем гулять целый день до отправления где-то если не берем экскурсию оказывается можно заходить заходить при выходить и чай кофе которая без ограничений но единственно сейчас часов 10 уедет на подготовку и что после 12 13 будет вот это время нельзя будет войти так очень удобно даже туалет сходить мы идем на выход вокзал походы конечно не очень жалуют вроде в 12 должен закончится дождь но народ не торопится выходить из поезда только кто с экскурсии пошли остальные не торопятся а да мы не показали завтрак что-то так торопились омлет сегодня заказали себе вкусный омлет и кофе кофе из кофе машина кстати посмотри впереди озеро на как красиво да пойдем туда сходим друзья вот мы подошли к автовокзалу петрозаводск сейчас попробуем купить билеты друзья купили билет вот петрозаводск один билет стоит 310 рублей вот у нас скоро отправляется экспресс 9.15 осталось 8 минут мы сейчас пока с вами посмотрим сколько ехать туда в километрах хотя бы вот наш автобус подошел а водитель куда-то убежал когда я посмотрела ехать 56 километров примерно 47 по прямой а по дороге 56 такой экспресс конечно плохенький да вот так именно лососиная свято озеро лучевое шуйская поедем если ты думал что экспресс какой-то солидин где-то толкнул как воду большой а тут друзья мы тоже приехали в кондопугу надо конечно немножко раньше сойти там вот корильон сейчас придется вернуться метку то я на карту поставила но не смотрела на нее идем по улице пролетарская очень жарко было в автобусе просто безумно топили как зимой на улице как тепло пока с вами посмотрим домики дворики друзья от рубрика считаем красный белый брестоль вот уже в Петрозаводске на всю парочку видели и в кондопуге уже тоже встретили впереди церковь Рождества Богородицы сейчас мы к ней подойдем где саканхан ну не она с нами не очень интересует наветрено сейчас церковь Рождества Пресвятой Богородицы не просто Богородицы извините а это губа мат губа уже не прочитаешь мы пойдем да пойдем перейдем нет все таки я посмотрела это мат губа кондопужская губа чуть дальше даже на ничуть церковь с этой стороны я повторяюсь доехали за 310 рублей мы из Петрозаводска электричек на это время нет вообще насколько я поняла она раз в день ходит только в день ходит друзья мы уже подходим к Ледовому дворцу и к Карельону большому насколько я читала правильно понимаю он сейчас не работает ну это не пушка это наверное как-то в другом называется какая-то дедитка ну я в этом не разбираюсь друзья вот мы подошли к Карельону к первому большому вот это Ледовый дворец вот это Ледовый дворец жалко что он не работает государственное училище олимпийского резерва ну как тебе Карельон ну красивый да грандиозный такой нержавый где-либо посмотреть памятный знак Лед и Пламя посвящен Виталию Федоровичу Федермессеру человеку-созидателю генеральному директору ООО Кондопога инициатору и руководителю строительства Ледового дворца открытого 12 декабря 2001 года вот так вот друзья Лед и Пламя да мы думаем что это пламя это Лед и Пламя ну а мы будем выдвигаться к второму Карельону посмотрела по карте на автобусе ехать 34 минуты на транспорте а пешком 16 минут потом лучше с нами пойдем пешком это розовое это администрация розовое здание к нему близко не пойду не особо она меня интересует потому что у нас времени не так много еще к Петрозаводску надо посмотреть основная цель покажем немножко город сами посмотрим вместе с вами сейчас ветра нет ну домики конечно такие да вот смотри наверху балкон обрушается может потому что ветра да он еще красный кстати красно-белая да прям следующий дом а домики так в плесени ну потому что здесь влажно и ветра иногда воды ну да вода-то близко совсем а вот смотрите какие перекрытия вот вот как здорово, а вот улица носит имя Шижемского Сергея Васильевича заслуженного учителя КСССР одного из первых организаторов народного образования в Кондопашском районе надеюсь я правильно произнесла это слово а мы уже, друзья, почти пришли к карельону ко второму тут вот эти займы вот уже третье мы проходим да, балкончики здесь совсем плохенькие вообще аварийные а вот это хвали вот подходим к второму курильону и смотрите какой здесь райончик какие домики красивые прям прекрасные ну это центр, наверное солнышко не очень удобно снимать но я ничего не поделаю смотрите какой тоже интересный крильон а к нему, наверное, подойти нельзя ну это так вот сниму отсюда я не знаю не знаю а к нему я не знаю Друзья, смотрите, какое-то уже все обшарпанное. Ну, это просто руки у них не доходят. Так-то здесь заделается просто. Ну, все, друзья, смотрите. Все тоже в плесени. Что же здесь по весне творится? А, вот мы встретили первую Бристоль. И вроде как правильно говорить Бристоль. Правильно вроде говорить Бристоль, а не Бристоль. Как Бристоль в Англии? Город. Интересно, зонтик висит. Смотрите на той стороне какое здание. А это смешные цены. Это помню, как мы были в Вышнем Волочке. Там магнит, да, не помню, какой-то. Верный, верный. Тоже такое здание красивое. Там верный. Как дворец. Это называют дворец еды. Ссылочку тогда прикреплю на эту серию. Даже, может, на плейлист. Мы идем с вами в Культуранской церкви. Наверняка здесь еще много достопримечательностей. Но времени у нас мало. День световой короткий. Хочется еще... Ну, точнее, не хочется, а необходимо посмотреть Петрозаводск. Что это было нашей основной целью. Люди берут... Кто-то берет экскурсию проводника, кто-то самостоятельно поедет на Кижину в Лаам. Ну, мы там и там. Я, по крайней мере, была уже два раза. Я решила, в Конду буду съездить. А завтра поедем в горный парк Русскеала на паровозе. На паровой тяге поезд. Ну, билеты надо покупать туда прямо совсем заранее. Потому что даже еще на туристический поезд были места, а туда уже буквально месяц 6 оставалось. На нашей дате. В общем, еще такой комфортный, ну, в плане, наверное, для проживания этот город, очень много магазинов. И пятерочки, и... Магнит вон семейный. Мы не так давно были в Твери, в Круизе, мы там реально не могли найти магазин сок купить. Так далеко шли, до пятерочки. В центре вообще ни одного магазина не видели. На карте, я имею в виду. Ну, то, что вот... Где мы шли, по карте, по карте. Не видно. Где-то уже от причала, где-то в стороне, нашли, видимо, пятерочку несчастную. Ну, не знаю, может, так повезло мне, но, тем не менее. А здесь на каждом шагу. А эти, друзья, здесь первый этаж вообще забито все деревяшками. Первый этаж забит, да. Попробуй, подъезд открыли. Ну, подъезды, я думаю, везде открыты. Много где, по крайней мере. Мы хотим сказать, что тут много стоит такой техники. И трактор, и вот каток, асфальт-укладчик. Ремонтирую дороги, и дороги достаточно приличные. Неплохие. Дома, конечно, здесь дороги не очень, конечно. Яма на яме. У нас в Московской области тоже буквально, может, лет 10 назад такая же ситуация была. Ремонт-укладчик. Память день. Память день. Память день.